Продолжение следует... 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 И все еще эти боевые, все еще происходит над нами. Наши дома, родственники, у которых дома погорели. Понятно? У нас, у медиков тоже в первые дни наши дома загорели сразу. Понимаете, квартиры наши погорели сразу. Мы все время находились в больнице и ночевали так. Многие семьи медиков тоже находились в больнице, тоже так. Прилеты по зданию видно. И эндокринная, и где находилась эндокринология, где находилась лороотделение. В верхние этажи находились операционные. Туда были прилеты. Это как? Ну на этих не написано, чьи они. Но ДНРовцев мы увидели только через месяц, после того, как, простите меня, это все происходило над нашими этими. А то, что танк заезжал за этот и стрелял отсюда. И после этого украинский танк. Украинский танк заезжал. Украинский танк при этот стрелял. И после этого он, понимаете как, они прикрывались просто больницей. Больными, ранеными. Они прикрывались и очень сильно хорошо использовали нашу больницу как один из моментов прикрытия. Понятно? После этого очень сильно шли уходы. Отстреляется танк, уехал. Отстреляется какое-то передвижное орудие, миномет. После этого к нам идут сюда приходы, потому что, чтобы погасить эту огневую точку. Понимаете? Точно так. Рядом находится больница с душевнобольными людьми. Туда тоже были сразу прилеты, разрушения. И еще один момент. Понимаете как? Вот только совсем недавно мы увидели ДНР-цы. И то, что они сделали, это они начали стараться нас обеспечить водой, хоть каким-то хлебом и вывозом тяжелораненых. Понимаете? Эвакуации. Первое. Украинская армия, это ДНР. Это когда вот уже появились это, ребята вывозили тяжелораненых с хосписа, которые лежали раковые больные в тяжелой степени, уже извините меня, четвертая степень. Они вывозили их на бронетранспортерах. Понятно? Грузили, помогали и вывозили. Раненых, пожилых детей в первую очередь выводили, после этого производили этот. Мы как бы так, просто нам идти некуда. И смысл покидать вывоз на российскую территорию мы пока не видим, потому что мы родились в Украине, и мы хотим здесь жить, и жить в Мариуполе. Это наш город. Понимаете? Мы поэтому и пока ждем, чтобы это закончилось. Однозначно, нам хочется мира, и какая власть находится. Вот это нас не волнует. Главное, чтобы был мир, и чтобы дети не прятались, и не было раненых. Потому что, когда смотришь на ребенка после операции, которому делали трепанацию черепа, и когда этот ребенок в палате лежит и орет, я хочу жить, вы знаете, это не хочется никому. Понимаете? Когда привозят твоих больных, у которых на операционном столе приходится снимать, отрезают руки, ноги, и ты с ними общаешься. Понимаете? Это просто страшно. Это страшно, потому что война, это не то, что хотелось бы переживать. Как все будет? Ольга Владимировна. Преждецкая оскок Ольга Владимировна. Продолжение следует...